Согласно законам Кыргызской Республики запрещается курение во всех закрытых помещениях и в общественных местах. В целях защиты здоровья граждан от воздействия табака и никотина запрещается реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции, потребления табака, табачных и никотиносодержащих изделий, изделий с нагреваемым табаком, систем для нагревания табака, включая электронные сигареты. Однако требования закона соблюдают не все предприниматели, которые занимаются продажей вредной продукции. Во многих торговых точках можно без труда найти и приобрести табачную продукцию, в том числе электронные сигареты. Несмотря на это, в стране, как и во всем мире, помимо роста числа курильщиков, неуклонно молодеет их возраст. У нас в кассе примерно 10% из них курят. Они могут курить во дворе или в туалете на перемене. В последние годы, в Киргызстан-то электронные таймеки, вейп, жанна мини-календар, элті популярды болу, моды алам турган кезе. Элкобистын, арбер дуко-нэнді, альчык, жанна сатып балу үшін, жеткілікті болғаны тастықталған. Ошынан ола, мен сіздердің гонгіністерді, веп кей бұрғым келеді. Себе, біздің жаш муындар, тағыра қайтқанда, мектеп ол қучылар, қиынанттық менің қолданып келешеді. Айта турчынерсе, вейп, адам баласының ден соғынна өте-өттерс таасир етеді. Ошынан олан дештардың арасымдан үзілдә жүргіздік. Жынан олан десең өттерсер етеді, айта үзілді жүргіздік. Дёсің өттерсер кен келесең өттерді. Дёсің өттерді. Мүшін өттерді. Мүшін өттерді. Тәлді. Сөттерді. Не, не, яүшін өттерді. Учителя столичных школ серьезно обеспокоены, насколько электронные сигареты стали популярными среди подростков. Электронные сигареты стали очень легко доступны детям. Я думаю, что они продаются во всех магазинах, во всех ларьках. Они, не спрашивая возраст детей, продают эти электронные сигареты. Со стороны администрации мы проводим каждый месяц рейды. Если сказать возраст, то электронные сигареты у нас начинают уже с пятого класса. Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации призывают оградить школьников от пагубной привычки. Учителя обратились к нам в Республиканский центр укрепления здоровья, что есть такая огромная проблема. Подростки, к сожалению, вовлекаются в табачную эпидемию, особенно используют электронные сигареты. Электронные сигареты, к сожалению, в последние годы стали доступными. Во-первых, они продаются не только в каких-то отдельных специализированных магазинах, а вообще везде. То есть можно зайти во Фронзе, в Глобус, и везде есть вот эти вот выставки, где написаны электронные сигареты, электронная доставка никотина. И для начала рекомендуют запретить продажу табачной продукции в радиусе не менее 100 метров от школы. Помните, здоровье наших детей – ответственность каждого взрослого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова